Уважаемые наши ветераны Великой Отечественной войны, труда, вооружённые силы, правоохранительных органов, руководители федеральных органов власти, молодёжь наша, я искренне и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником, Днём Героев Отечества. Сегодня мы честуем тех, кто за годы суровых военных испытаний в разное время с оружием в руках отстоял свободу и независимость нашей Родины, кто самотверженно трудом в тылу ковал победу в Великой Отечественной войне, тех, кто посвятил свои знания и силу укрепления социально-экономического потенциала, могущества Российской Федерации и нашего Сумского края. Имена многих земляков с золотыми буквами навечно вписаны в славную летопись ратных и трудовых свержений отчизны. Среди них немало героев Советского Союза, полных кавалеров орденов славы, героев социалистического труда. И в послевоенные годы на плечи ветеранов легла очень сложная и трудная задача. Это задача, которая была связана с восстановлением разрушенного хозяйства войной. Вы восстанавливали разрушенные врагом города и села, создавали промышленные предприятия, развивали сельское хозяйство, запускали первые космические корабли. В этом зале по-особому хочется выразить вам слова большой благодарности и признательности за бессмертный ратный подвиг и великий вклад в укрепление могущества отчизны. Низкий поклон вам и низкий поклон тем героям, которые ушли уже из жизни, особенно участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Очень здорово, что сегодня в зале присутствует герой социалистического труда Антольф Федорович Васильев. Давайте мы поаплодируем. Герои отечественного герой. Я хочу сказать, что и герои наряду, и герои Великой Отечественной войны, герои социалистического труда в России, Пензенской области, и ветераны, которые любят свою родину, любят свой Совский край, принимают сегодня самое активное участие в общественной жизни региона, передают свои обширные знания и накопленный опыт молодежи. И удивляться приходится, что у меня было такое мнение, что уйдут участники войны, и чем меньше будут оставаться, тем больше будет образовываться вакуум в этой связи. И вот вряд ли, наверное, думал я тогда по молодости, лет 20 назад, вряд ли те, кто сегодня проходит службу в вооруженных силах, вряд ли так будут активно работать. Но приятно сегодня отметить, что преемственность поколений сегодня существует. И участники войны сегодня, в преклонном возрасте, является примером, как нужно любить родину, как нужно отдаваться работе, и как нужно любить нашу молодежь, и как нужно говорить правду о том, что у нас происходило раньше, что у нас происходит сегодня для молодого поколения, для живущих сегодня, для будущего в России. Это очень важно. И приятно отметить, что и руководители, и генералы, и полковники, и офицеры, другие солдаты, и сержанты, которые проходили службу, и руководители предприятий, став постарше, уйдя на пенсию, вот когда есть такая возможность, большую работу проводят по патриотическому воспитанию нашей молодежи. И трудно переоценить значение вашей деятельности в патриотическом воспитании подрастающего поколения, подготовки его к военной службе, защите Отечества. Сегодня это особенно важно. И президент в своем послании обратил внимание на героика патриотического воспитания нашей молодежи, на то, чтобы мы, россияне, делали все для того, чтобы экономическая и оборонная мощь нашего государства становилась сильнее, для того, чтобы мы были сильны и могли дать отпор любому государству, который посягнет на безопасность наших границ, на безопасность наших граждан. Российские солдаты и офицеры бережно сохраняют и приумножают традиции своих дедов и прадедов. В служении Родине воины-пензенцы берут пример с вас, с ветеранов, с героев, с своих славных предшественников. И ярким подтверждением является храбрость и мужество, проявленное нашими земляками при выполнении интернационального долга, при проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе, в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии. И сегодня наши солдаты, офицеры, призывники из Пензенской области, личный состав, который служит, проходит службу Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, в других органах, сегодня выполняют важную государственную задачу в различных таких вот точках, где есть необходимость защищать интересы государства российского, и делают это с честью. Многие из них отмечены высоким званием Героя России, орденами и медалями, некоторые, к сожалению, посмертно. Я поддерживаю решения городской власти, которые города Пензе и других муниципальных образований, которые принимают решения и называют в честь наших героев Великой Отечественной войны, в честь наших офицеров и солдат, которые отдали свои жизни, вот в сегодняшнее время защищают честь нашей Родины, называют их именами улицы. Это память, это дальнейшая возможность воспитания нашей молодежи на их примере. Сегодня наша особая гордость, это герой России, летчик-космонавт Александр Михайлович Самогутяев. Весь мир услышал, его позывные Тарханы, прославляющие родной Сурский край, который подарил Отечеству столько выдающихся людей, выдающихся людей. И Александр Михайлович Самогутяев, я с ним разговаривал неделю назад, поздравлял его с наступающим праздником, дал согласие возглавить землячество Пензенской области в Москве, и мы постараемся организовать эту работу. Я уверен, что наши земляки, которые находятся за пределами Сурского края, смогут оказать помощь нашей родной земле. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, вы слава нашей области, поистине ее золотой запас. Я и мои коллеги, мы гордимся вами, герои, ветераны наши уважаемые. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах, новых свершений на благо Родины нашей России. Я хочу поздравить всех сидящих в этом зале с наступающим праздником, Новым годом. Год у нас заканчивается, тоже тяжелый год был, непростой, он високосный. Наверное, с точки зрения високосного года, он еще будет продолжаться, наверное, 2-3 месяца. Я хочу поблагодарить вас за совместную работу, за совместное устремление по развитию нашего Сурского края во всех сферах деятельности, во всех отраслях. И пожелать нам вместе еще более достойно работать в 2017 году для того, чтобы развивать экономику, промышленность, сельское хозяйство, бизнес, создавать рабочие места, развивать образование, представлять хорошую услугу в сфере доступную и хорошую услугу в сфере здравоохранения, чтобы жизнь наша менялась к лучшему. Это будет хорошей памятью тем подвигам героев Советского Союза, героев социалистического труда, просто наши граждане, которые награждены нами медалями и достойно трудились, вот чтобы их подвиг, он сегодня не прошел как бы даром. И от этого зависит дальнейшее развитие нашего региона, нашей страны. С праздником! Будьте счастливы! Спасибо вам большое! АПЛОДИСМЕНТЫ